Меня даже в шерпер уже не пускают, я больше не хочу жить. Мы забрали его туда, в Неваду. Неделю ему было очень плохо, потому что оказалось потом, что он рассказал, что он 40 лет пил беспробудно вообще и потерял все уже. И когда он пришел в себя через неделю, он говорит, там в Рино есть еще мой брат. Найдите его, пожалуйста, он в таком же состоянии, как и я. И вот в течение трех месяцев каждый раз, когда мы приезжали в этот город по делам, мы искали там его брата и мы нашли его. И вот на сегодняшний день один находится два месяца на программе, уже чуть больше, второй больше пяти месяцев на программе. И сегодня эти два брата, которые не знали Бога, один даже никогда не слышал о том, что есть Христос, который умер за него, они сегодня вместе прославляют его имя. И знаете, сегодня им уже никто не сможет доказать, что Бога нет, потому что они знают, что это Он протянул им свою руку помощи, что это Он спас их, потому что только Бог мог простить их и любить их. Один парень выехал из Сакраменто на машине, и с Сакраменто еще там было тепло, когда он выезжал, он выехал в шлепках, в футболке машина сразу за городом сломалась. И знаете, это его не остановило, потому что он понимал, что в Сакраменто он погибнет. И он пошел пешком через перевал, на перевале уже снега, и к нему на перевале подъехал Кап, увидев, что он один в таком виде идет, пешком куда-то по трассе, и он говорит, куда ты идешь? И этот парень сказал, говорит, там за горами есть центр, где мне могут помочь, потому что в Сакраменто я просто умру. Кап посадил его к себе в машину, привез к нам в центр и сказал, берите его. И мы поняли, что Господь открыл у нас эти двери уже, раз уже сами власти привозят нам на реабилитацию людей. И вот на сегодняшний день 7 человек уже находятся на программе, хотя еще там никому быть нельзя, и там нет нормальных условий для жизни, ну по американским стандартам, по русским, так в общем-то терпимо. И как бы мы продолжаем вот эту стройку, и надеемся, что благодаря усилию многих братьев и сестер, которые приезжают поддержать нас на помощь, благодаря молитвам, что мы скоро закончим. И знаете, очень символично мы тогда купили эту землю, потом узнали, что недалеко от нас, сравнительно недалеко от нас, 6 часов езды, и есть такой город, который, я думаю, вы все знаете или слышали о нем, как о городе греха, город Лас-Вегас. Город, где ночью там все сияет, сверкает, мерцает, там очень красиво по ночам все. Но знаете, очень скоро мы узнали, что под этим городом существует 600 миль подземных тоннелей. И на сегодняшний день в этих тоннелях живет больше 140 тысяч человек, которые приехали туда отдохнуть, развлечься, поиграть, ну как они думали. Но дьявол сделал свое дело, он обманул их, и он отнял у них сначала финансы, потом родственников, а сегодня он загнал их в эти тоннели и отнимает у них будущность, надежду и жизнь. И вот в этой прекрасной стране люди живут тут хуже, чем крысы, и не знают выхода, не знают спасения. И вот наша мечта достроить скорее это здание, и начать понемногу вырывать эти человеческие души из дьявольских лап, так же, как мы начали это делать, вытаскивая людей из подвала в Санкт-Петербург. И мы знаем, что Господь хочет каждого из них спасти, Он хочет до каждого достучаться. И там в Лас-Вегасе есть уже три христианские живые церкви, и эти церкви тоже готовы помогать нам. Вот такие у нас дела. И так как наш центр и наша программа 20 месяцев, и она всегда была, есть и будет бесплатной, мы принимаем всех людей совершенно бесплатно, то, конечно, мы много трудимся сами, своими собственными руками. И вот на том побережье у нас ездят три бакстрака с сезонными фруктами, и вот вся выручка от этих фруктов, мы берем их прямо в садах, замечательные, свежие, вся выручка идет на то, чтобы ребята проходили бесплатно эту программу. И я к вам тоже приехала не с пустыми руками, я приехала с маленькими баночками меда, и я говорю, что это не обыкновенный мед, не просто пчелиный мед, это миссионерский мед. Потому что каждый доллар от вырученной продукции, он пойдет на спасение вот этих людей, и поэтому прямо сегодня после служения вы сможете принять участие, кто захочет, у кого есть возможность в жизни этих людей, приобретая вот этот мед, я вас там потом буду ждать с этими баночками. И, конечно, у меня есть информация о нашем служении, у меня есть флайеры, на которых есть наш телефон, наш сайт, наш адрес. Вы можете взять эту информацию, и если вы знаете вот таких людей, которые попали вот в эту беду и не могут сами выбраться, то мы открытые, мы готовы, мы принимаем на программу, у нас есть места, но уж Господь, Он очень ждет этих людей, потому что Он за каждого из них умер. Ну и если вам не нужен мед, вы можете сделать просто донейшн, мы принимаем дебет-кредит-карточки, чеки, зелла, кеш, кешап, все что угодно, вообще любые виды от папы. Спасибо вам, дорогие, что ваши сердца открыты, что вы принимаете, что вы интересуетесь тем, что у нас происходит, и благословит вас Господь. Благодарим.